МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый этаж здания сложен из кирпича, второй – деревянная мансарда. Коттедж сдаётся в наём. По словам соседей, в последнее время арендаторы менялись, как перчатки. Неделю назад дом попытались обжить и вовсе. Самозаселенцы из числа маргиналов. Их выгнал ближайший из соседей. Мужчина, живущий в доме напротив. Не исключено, что возгорание случилось из-за того, что люмпины вновь вернулись в пустующий дом. Женщина, которая являлась владелицей недвижимости, переехала из Хабаровска в Краснодар. Сосед информировал её по телефону о том, что жильё фактически осталось без присмотра. Хозяйка планировала вернуться в Хабаровск в конце марта, чтобы найти для дома надёжного квартиранта. Пожар случился за три недели раньше её предполагаемого приезда. На улице Аэродромной после столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб. Водитель Тойоты Ипсум допустил наезд на неподвижное препятствие после того, как в задний бампер его машины врезалась Киа Спортедж. Оба автолюбителя ехали по Аэродромной от Целинной в сторону проспекта 60-летия Октября. Водитель Тойоты на повороте собирался свернуть с главной дороги в проезд, ведущий к коттеджам. Поэтому снизил скорость движения транспортного средства почти до полной остановки. Едущий следом молодой человек не заметил этого, потому что его внимание отлёг за звонивший телефон. Мобильник проявил активность в ту самую секунду, когда водитель Тойоты начал торможение. Киа Спортедж продолжала двигаться с прежней скоростью, пока не врезалась в мини-вэн. От удара Ипсум выехал за пределы проезжей части и повредил левое переднее крыло от второго удара, а бетонный столб. Люди в аварии остались невредимы. На улице Руднево за пять минут автоинспекторам попались четыре нарушителя закона. Пьяный тракторист, следом нетрезвый водитель на универсале и мужчина, перевозивший наркотики на таксомоторе, которым, к тому же, управлял таксист в состоянии наркотического опьянения. Гашишное масло было обнаружено при личном досмотре пассажира Тойоты Плац. Эта машина приехала в Хабаровск с левого берега Амура из еврейской автономии. Водителя пригласили для медицинского освидетельствования в стационаре на предмет наркотического опьянения. После этого Тойоту Плац определили на штрафстоянку. Универсал Ниссан Вингроуд пьяного автолюбителя поехал туда же сразу, с улицы Руднево. Согласно показанию портативного алкотектора, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сложнее было автоинспекторам решить, что делать с трактором. Беларусь со щеткой для уборки проезжей части не подходил по габаритам для того, чтобы перевозиться обычным эвакуатором. Сам же тракторист был пьян. Прибор показал легкую степень опьянения. По словам тракториста, алкотектор зарегистрировал последствия вчерашнего возлияния. От управления Беларусью снегоуборщика отстранили. А для того, чтобы убрать технику с обочины, автоинспекторам пришлось дожидаться коллегу тракториста, которому тот доверил бы управление транспортным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова